Приветствую вас. Я уже сейчас могу высказать такое предположение. Это только предположение, что вам, вот самому, самому вам хочется, ну, любви, хочется, чтобы вот вас любили, видимо, вот. Мне почему-то показалось, ну, мне почему-то показалось так, мне почему-то вот показалось именно так, что хочется вам, чтобы вас любили, ну, вот хочется. И чувствуете вы себя недолюбленным, возможно, потому что иначе объяснить ситуацию с тем, что вы потерялись в данной истории. Ну, нельзя никак, на мой, на мой, по крайней мере, взгляд. Значит, смотрите. Какая история. Значит, вы познакомились с девочкой. Вот. И, в принципе, это нормально, да, нормально, что вы с девушкой познакомились, нормально, что вы с ней, ну, взаимодействуете, да, нормально, что вы... Что у вас есть, ну, или есть, или была к ней какая-то симпатия. Вот. То есть, это абсолютно, абсолютно нормальная история. Далее она вам рассказывает, ну, о себе, да, какие-то вещи. Далее она вам рассказывает какие-то вещи о себе. И можно ли в этой ситуации говорить о том, что она вам, ну, например, вас не любит, или там, допустим, ну, грубо говоря, вам не доверяет. Нет, нельзя. Да? Любит она вас, она вас воспринимает, как важного человека, как важного мужчину. Вот. И, значит, ну, может быть, может быть, она вас и любит, конечно. Ага. Ага. Это ещё. Нужно ей следовать, любит ли она вас или нет. Может быть, она сама. Ну, не знает. Да? Ага. Но то, что вы для неё важнее человек, это совершенно точно. Совершенно очень сильный. Вот. Понимаете, да, о чём я делаю? А дальше, значит, у вас, у вас возникает чувство к, ну, вот, к ней, да, чувство там. Ну, отвращение, например, к ней и так далее. Тут нужно определить, что именно за чувство возникает. Что именно это за чувство? Ага. Какое это чувство? Потому что, видите ли, если вы её не любите, а вы её не любите, раз не принимаете её такой, какая она есть, то здесь никаких проблем и слойностей, на мой взгляд, нет. Человека не любите принять его, не можете и не готовы, всё, как бы. Разговоров нет. Если, к примеру, вы бы человека любили бы, допустим, да, вот, и были бы готовы его принять, что это вообще другое разговор. Это очень другая история. Другое дело, другое дело, если вы человека любите, если вы человека любите, вот, но не готовы мириться с ним, ну, вот, с его какой-то такой позиции. Вот. Ну, мы просто вот не готовы. Это другая история. Тут могут быть замешаны ваши, ну, например, какие-то страхи, тут могут быть замешаны ваши переживания, тут могут быть замешаны ваши негативные установки, вот, какие-то противоречия и прочее. Вы пишите, значит, познакомился в прошлом году с девушкой. Поначалу было обычное общение, прогулка и все дела. Хорошо. Что это было за знакомство? То есть, что вас, грубо говоря, объединяло, вот, что вас, грубо говоря, связывало. Это очень важный момент, что между вами было общего, по сути. Я хочу это знать, потому что очень важно понять этот момент, да? Очень важно понять, какие общие вещи вас связывают, ну, могут связывать или связывают, да? Да, не важно. Потому что, если вы связаны с ней как-то недостаточно, да? То есть, если вы как-то вот, ну, воспринимаете ее не только как женщину, но еще как человека, то есть, есть больше шансов, есть больше шансов, что именно вы, да, вот именно вы, есть больше шансов, что именно вы испытываете, ну, какие-то проблемы, какие-то сложности, какие-то трудности, вот. То это вот чисто такая, знаете, ну, такая ваша проблема. Это такая вот чисто ваша история, это такая вот чисто ваш пунктик по поводу того, что девочка там, ну, могла с кем-то спать до вас. До вас. И то, что вас это задевает, например, это очень интересная история. Очень интересная история. Чем вас это задевает? И почему? И задевает ли вообще это вас? Понимаете? Дальше. Так, мы подружились и стали больше доверять друг другу. И как-то раз она решила мне рассказать, кто она на самом деле. Оказалось, что она ранее помарка и почти с 14 лет спит с мужиками. Без секса вообще не может. Ну, такой человек. Такой человек, вот у нее такая история. Вот. Как она сама к этому относится, кстати говоря. То есть, как она сама это, ну, воспринимает это. Как ей само это видится. Вот. Потому что, как правило, подобные вещи, ну, не бывают на ровном месте. То есть, тут, скорее всего, есть какие-то обоснования, реальные обоснования ее такому поведению. Чего-то ей очень активно, очень сильно не хватает. Вот. Чего не хватает, конечно, это нужно выяснять, чего именно ей не хватает. Это нужно, ну, безусловно, смотреть, чего именно ей не хватает. Но я могу сказать совершенно точно, да, что, как бы я, ну, совершенно точно могу сказать, что ей чего-то, чего-то ей не хватает. Это, тогда надо. Вопрос в том, опять же, да, вот. И именно, именно в том, чего ей не хватает. Конкретно, чего ей не хватает. Вот. Что ей нужно. Для чего она это делает. А вы восприняли это, вот, вы говорите, да, что, как-то перенес. А как вы перенесли? Ну, помимо того, что девушка опытная в, допустим, ну, в том же сексе, да, девушка опытная. И вам это будет, ну, только, грубо говоря, плюс. Вот. То есть, как вы это восприняли еще? Вы говорите, что, ну, что как-то восприняли. А как? В чем сложность этого? Вот. Я хочу, чтобы вы это выросили. Я хочу, чтобы вы это выросили. Я хочу, чтобы вы это высказали. Вот. Потому что момент очень важный. Для вас очень важный момент. От того, как вы отреагировали на подобное признание, от того, как вы восприняли подобное, зависит ваше состояние текущее. Ваше восприятие, например, себя, самого и ваше восприятие, собственно говоря, девочки. Вот. Как она есть? Я имею ввиду. То есть, вот здесь, на мой взгляд, и нужно исследовать. Здесь, на мой взгляд, и нужно смотреть. Как обстоят дела. Дальше. Значит. Так. Она утверждает, что, и вот пришло прошло время, она утверждает, что любит меня, и что она изменилась. Она действительно изменилась, но я не люблю ее. Андрей. Как бы. Знаете, любовь, да, любовь. Это, ну, совсем не то чувство, которое здесь можно обсуждать. Потому что вы либо изначально ее вообще не любили, вот, девочку. Что как бы вам, если что, без обвинения, да, то есть, никакого обвинения нет и быть не может. Нет. То есть, либо вы девочку вообще никогда не любили, и это нормально. Вот. А, либо, 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 вы ее любили, а потом, ну, любовь прошла. Вот. И, в общем-то, если у вас любовь прошла, то ничего страшного в этом нет. Если ваша любовь прошла, она действительно могла пройти, действительно могла пройти и могла перестать, как бы вас вот, ну, будоражить, да, могла перестать вас там беспокоить и так далее. Вот. То есть, мне кажется, что здесь, в общем и целом, все адекватно. Вполне. Вот. Понятно, о чем идет речь, да? А вот дальше, когда вы говорите, что она вас любит, что она изменилась, дальше начинается интересно. А что, а что для вас, собственно говоря, значит тот факт, что она, например, изменилась? Что для вас означает тот факт, что она вас любит? Ну, вроде как. Да, вот что для вас это значит? Значит. Какое для вас это значение имеет? То, что она вас любит. Имеет ли для вас это какое-то значение? Если имеет, то какое? Я хотел бы, чтобы вы ответили себе, да, в первую очередь себе, на этот вопрос. Если вы не любите, вопрос, однозначно, не снимается. Потому что, ну, вы не любите человека, все, надо расставаться, если не любите. Если же вы сомневаетесь, если у вас есть сомнения, вы просите совет, что сомнения это всегда противоречие. Некое, да, какое-то противоречие. И очень важно понять, что это за противоречие. Чего хочется? Именно вам чего хочется? Именно вы чего хотите? Для, допустим, себя. В этой истории, в этой ситуации. Вот. Что вам нужно? Чего вы желаете? Чего хочется? Подумайте. Подумайте, потому что это очень важно. Дело здесь не в любви. А в том, чего хотите вы. Я специально об этом так много говорю, что говорю, чтобы вы увидели, что действительно важно. Девушка, она такая. Да, у нее есть прошлое. Да, она к этому прошлому может вернуться. Никто и не говорит, что она, там, изменилась. Люди вообще меняются редко. И если она ведь не изменилась, если вы говорите, что она действительно изменилась, то хорошо. Дай бог. Но... А если нет? И даже не хочу, чтобы такая девушка была матерью моих детей. Как представляю, что она спала в кемпе, правда точно становится. И главное, она мне все рассказала еще до того, как полюбила меня. Дайте совет, пожалуйста. Так, на один. Во-первых, Андрей, что в вашем понимании люблю? Сейчас вот, люблю, не люблю, не люблю. Как вы это понимаете? Для себя. То есть вот, ну, в вашем понимании любовь, это как? Что это за чувство? Как это чувство проявляется? Проявляется ли оно вообще, это чувство, у вас? Давайте вот на эту тему тоже с вами подумаем. Да? А дальше вы пишите, что вы пишите дальше? Что я не хочу, чтобы она, да? То есть вот. Чтобы, ну, эта девушка была, она что-то, матери моих детей. Вот. Возникает вопрос. Тогда. А вы что? Допустим. Хотите семью? Обязательно. А зачем? Вы хотите семью? А вы с девушкой, вот, познакомились уже, живая семью? Или нет? Обязательно. То есть вы познакомились с ней, рассчитывая на то, что у вас будет семья или, или как? Понимаете? Да. Но семью же хотите вы, вам же она для чего-то нужна семья. Значит, вы чего-то от нее ждете. Вот. Ну, от семьи я имею ввиду. Вот. И если вы чего-то от своей, от семьи ждете, то нужно понять, чего. Нужно понять, чего вы ждете от своей семьи. Потому что, в противном случае, есть большая вероятность того, что семью вам будет построить сложно. Именно из-за, ну, такого вот, возможно, ну, из-за таких, точнее, не из-за такого, а из-за таких завышенных требований, ну, к, допустим, ну, к партнеру. Вот. Понимаете? И мне бы, мне бы, не хотелось бы, чтобы у вас, да, подобная история была. Быть. Вот. Потому что, все-таки, все-таки, это, ну, вам, ну, вам это больше вредит, скорее, чем идет на пользу. Если вы понимаете, о чем идет речь, если вы понимаете, о чем я говорю. Вот. Дальше. Вы пишите, как представляю, что она спала с кем-то, сразу становится тоже. Заметьте. Здесь ваша реакция. Ваша реакция на то, что делает девушка. Да? То есть, здесь, как бы, отражается не чувство любви, а отражаются ваши чувства. Что вот, я воспринял это, то есть, вот, ее такую позицию, ее такое прошлое, я воспринял очень негативное. Вот. И мне точно, она могла, там, с кем-то спать. А почему точно? Вот у вас это, получается, задело, но, простите, простите, по какой причине вас это задело. Чем вас это задело. Вот. Понимаете? То есть, тут, тут, на мой взгляд, нужны исследования. То есть, вы стали, допустим, чувствовать что-то негативное в себе, в себе, по какой причине, вот, именно в себе негативное удалительство чувствовать. Из-за чего? Что это, получается, вас в этой ситуации задело? Задело, вероятно, ваше мужское самолюбие. Задело, вероятно, ваше, ну, представление о том, как, как все должно быть. Например. Вот. И тогда. То есть, что-то, что-то, вы почувствуете. Но что, вы почувствуете. Что именно, вы почувствуете. Понимаете, подобное отношение к сексу, например, возникает, как правило, не случайно. возникает тогда, когда человек, к примеру, ну, допустим, имел, имел в прошлом очень неудачный опыт отношений. Подобное отношение к сексу имеет место и тогда, когда человек, допустим, ну, вот, вы, да, к примеру. Вот вы. Когда человек не уверен в себе. Допустим. Да, когда человек, ну, вот он, просто, вот он в себе не уверен. Может такое быть? Да. Вполне. 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 Человек просто не уверен, не уверен в себе и все. Вот. То есть, история здесь связана с вами, а не с девушкой, например. Как вот таковой, ну, так и возникает вопрос тогда, если вас задело то, что девушка там с кем-то спала, то что происходит? То что происходило у вас? А если бы, вот, допустим, не задело было, эта история? Ну, вообще, вот если бы не задело ваше, это ваше, это ваше, что бы было? Тогда. Готовы ли вы были в таком случае с ней быть? А вы, вот, допустим, ну, вы, к примеру, считаете, что дело все в вас или в ней? То есть, как вот вы сами посчитаете? Вот. Ещё раз, эээ, чтобы вы правильно понимали, да? Да. А можно сколько угодно обвинять девушку в том, что вот она там такая-такая, вот что, спит, там, со всеми подряд, например. Эээ, но только, спасите, эээ, ничего этого, ничего это вам не даёт, абсолютно. Потому что она такая-такая, а вот то, что она рассказала вам, вызвало у вас негативные чувства. Так, и вопрос, вы хотели бы эти переживания свои исправить, к примеру? Или, может быть, вы хотели бы всё-таки с девочкой быть? А может быть и то, и другое? Как вы считаете? Сами. Поэтому здесь, мне кажется, именно такая история. Именно такая. То есть, на мой взгляд, никак. Вот никак нельзя здесь вам давать какие-то советы. Потому что любой совет, да, он будет здесь неверный. Вот. Совершенно очевидно, что вас заделось. Совершенно очевидно, что вам это всё неприятно. Совершенно очевидно, что вы переживаете. Совершенно очевидно, что, может быть, чувство у вас какое-то изрождалось. Ну, к девушке, да. Вот. Но, когда она вам это рассказала, вы почему-то начали это переносить. Почему-то вы говорите про мать своих детей и так далее. А что, есть разве женщины, которые, которые, там, я не знаю, не достойны быть матерями или как? Вот. Ну, просто вот, да. То есть, тут вот, мне кажется, конечно, что вы следуете неким таким, ну, позициям малоадаптивным, я бы сказал. Ну, малоадаптивным, потому что у вас вот есть стереотипы. Ну, а стереотипы эти, они связаны с тем, что вы боитесь. Вы не уверены в себе и боитесь, вероятно. Вот. Это наиболее такой, наиболее вероятный вариант развития событий. Вот. Так что, давайте разбираться будем с вашими переживаниями, с вашими чувствами. Вот. Будем разбираться, будем, собственно говоря, смотреть, что и как вообще происходит. Вот. И тогда уже, когда мы это поймём, когда мы в этом разберёмся, тогда уже можно будет давать какие-то рекомендации вам. Вот. А пока что эта история, она, ну, вот, она такая. Пока что эта история, она вот, как-то, знаете, вот, ну, выглядит эта история так, что вы вот, ну, что вы действительно запутались, да. Вот. Выглядит эта история, что вы действительно не знаете, что вам делать, да. Выглядит эта история так, что вы действительно не знаете, что вы чувствуете, вот. 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 И всё. И всё. Если с этим делать, вы точно не в курсе. Но при этом, при этом, да, при этом, ряд, ну, ряд вот, переживаний, да, ряд переживаний у вас есть. При этом. Угу. Ну, вот, собственно, с этими переживаниями я бы и сказал, что нужно работать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Вот. Как вы поняли, по поводу оплаты, что, вот, первое, первое, как бы, вопрос вы задаете, да, вопрос публично вы задаете бесплатно. Вам отвечают эксперты. Ну, вот. А уже потом, когда вы ответы экспертов почитаете, ну, в моём случае прослушаете, вот, вы выбираете того, с кем вы будете работать. Вот. И, соответственно, уже выбирая того эксперта, с которым вы будете работать, выбирая того эксперта. Вот. Вот. Ага. Вот, соответственно, вы уже начинаете на платной основе запрыгнуть что-то. Вот. Вот примерно так происходит правда. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго и удачи. С Natasha 차ossen. Фятно. Пора п來 Bu – Опа. Продолжение следует...